МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осложнение эпидемиологической ситуации изменило привычный режим работы поликлиника Денцовского округа. В период пандемии при увеличивании количества потока пациентов, как вызовов на дому, так и в саму поликлинику, нам пришлось разделить поток пациентов на температурящих с признаками ОРВИ, гриппа, насморк, боли в горе, чихание, кашель. И пациентов, которые без признаков ОРВИ. Для полного разделения потока пациенты заходят в первую Денцовскую поликлинику с двух разных входов. Прохождение термометрии при входе и наличие защитных масок обязательны для посещения медучреждения. После этого можно пройти к врачу. Мы принимаем только по живой очереди, потому что по записи запись может быть забита, и кому потребуется помощь экстрем, к врачу просто не попадет. До пандемии в поликлинике работали два врача неотложной помощи в две смены. Сейчас организовано 10 кабинетов, привлечены терапевты и узкие специалисты, мобилизованные выездные бригады. Только по Оденцову их 10. Всего же по амбулаторной сети округа на вызовах на дом работает более 70 машин. Ведь количество таких выездов увеличилось в 5-6 раз по сравнению с допандемийным периодом. К сожалению, сложности у нас, конечно, остаются, потому что медперсонал тоже болеет. Очень много уходит на больничный с подтвержденным также ковидом. Надеемся, что в ближайшее время все, кто ушли уже на больничный, скоро начнут поправляться и выходить. И мы перейдем в еще более мощный, скажем так, режим работы. Также в округе сформировано 8 спецбригад с отдельным автотранспортом для сбора материала на ПЦР. Провести тестирование пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию могут и в поликлинике. А те, кто уже выздоравливает, могут не приходить в медучреждение для закрытия больничного листа. Минздрав внедрил проект по дистанционному закрытию больничного листа. У нас пока не все амбулаторные подразделения охвачены этим. Охвачены пока только все поликлиники города Оденцова. Но в ближайшее же время, как только не решится именно техническая часть вопроса, я думаю, это день-два, тогда все амбулатории тоже перейдут на такой режим работы. Мария Шматкова, Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Оденцова.